Глава первая. Почему ничего не решается? Прежде чем вы возьмётесь лечить кого-либо, спросите, готов ли он оставить всё то, что сделало его больным. Гиппократ. Наверняка у вас возникает вопрос. Если все наши болезни излечимы, а это действительно так, то почему ещё нет Нобелевской премии или почему вы не вылечили весь мир? Не переживайте, я буду отвечать на этот вопрос на протяжении всего моего повествования. Если очень кратко, дабы удовлетворить любопытство и подстегнуть интерес к дальнейшему чтению, скажу. Люди сами хотят болеть. И мы сами создаём себе болезни. Нам выгодно болеть. Каждый это делает намеренно. И, конечно же, отказаться от этой болезни не всем выгодно. Если бы человеку не нужна была эта болезнь, то её бы не было. Я не могу помочь исцелить людей, которые сами себя намеренно загнали в эти страдания и не желают ничего менять. А также я не могу исцелить людей, как и любой другой волшебный или не очень человек. Потому что исцеление происходит от рук самого больного. Шанс есть и у людей, которые начинают признавать, что они собственноручно загнали себя в эту болезнь или создали болезни близким и готовы менять себя. Не мир вокруг, не внешние обстоятельства, а именно себя, свои мысли и, главное, свои шаблонные привычки, которым следует человек механически, не задумываясь на протяжении всей своей жизни. А также у людей, которые готовы вникать в новую информацию и отпускать все свои убеждения и установки, перестав их яростно отстаивать. Ведь быть правым, даже если эта правда не делает человека счастливым, для многих лучше, чем быть неправым. Я ежедневно сталкиваюсь с желающими решить множество вопросов, начиная болезнями, заканчивая тем, как начать жить после смерти близкого человека или вернуть свои миллионные долги, встретить любовь или еще какими-то задачами. Начиная работать, наблюдаю, что в глазах у каждого полно энтузиазма решить свою проблему. Но по мере продвижения, перехода к практике и понимания, откуда это все происходит, для чего нужна эта ситуация, что человек делал не так или вообще ничего не делал, когда надо было ему просто жить, я наблюдаю такую картину, что человек включает сопротивление и очень стойко отстаивает свою позицию, желает оставить все как есть. Многим лень или очень страшно идти к переменам, нет желания действовать, чтобы изменить свою жизнь. Для этого же что-то надо делать, а мы привыкли ничего не делать. Бездействие наше коронное. Я не про те действия, которые создают ненужную суету и иллюзию движения. Та беготня от одной заботы к другой, от одной работы заработать или что-то доказать к другой, создавая видимость этой суеты, борьба и гонка за выживание даже близко, не направлены к изменениям. Я про настоящее изменение, где нужно научиться смотреть по-другому на мир, на себя и на свои действия, осознанно понимая, что все, что мы думали и делали вчера, дает нам результат сегодня. И то, что мы думаем и делаем сегодня, даст нам плоды результатов завтра. Нет смысла ждать от завтрашнего дня каких-то изменений, если мы ничего сегодня не поменяли из вчерашнего дня. Самый распространенный довод, почему мы ничего не меняем в жизни, такой. У нас нет на это времени. Нам надо бежать, решать свои проблемы. Согласитесь, это очень странно, не так ли? Но именно так каждый себя ведет. Но чтобы решить проблемы, надо сначала понять, от чего они возникают, и исправить это. Но в нашем мышлении привычнее не работать с источником, вызывающим их, а бороться уже с их последствиями. Время есть всегда. Только мы должны внимательно выбирать, на что его потратить. У меня сразу всплывает в голове пример. Горшочек не вари. Помните сказку про волшебный горшочек? Он сам начинал варить кашу, если ему сказать слова «раз, два, три, горшочек, вари». И переставал, если ему сказать «больше не вари». Если не остановить горшочек, как в сказке, каши этой будет так много, что придется как-то сражаться с последствиями, ведь она заполонит все улицы. Так и с нашим котелком. Я о мозге сейчас. Такие каши проблем создает бесконечные, которые надо расхлёбывать. И что мы делаем? Мы могли бы понять, как мы их создаем и перестать делать это. Но зачем? У нас же нет времени. Мы бесконечно только и успеваем убирать эту кашу. А отключить этот поток мало кому приходит в голову. Мы привыкли не замечать мыслей в своём котелке и даже не задумывались их менять. Всё наше внимание направлено на действие для исправления этого. Как изменить действия? Что делать по-другому? Как эффективнее делать эти действия? Как эффективнее бороться с последствиями? А может, что-то и вовсе не делать? Но отчего эти действия возникают, мы забыли вспомнить. Улавливайте мою мысль. Помимо того, что мы боремся с последствиями, а не с причинами, мы ещё привыкли винить других, перекладывать на них ответственность, если что-то не получается. Идеально указывать пальцем на того, кто неправ. Смотри, ты не оправдал моих ожиданий, не выполнил обещаний, обманул, Петрушка, не сделал, как я хочу, поступил так, как тебе захотелось, как ты посмел. Причина моих проблем в тебе. Ты испортил моё настроение, разозлил. Я скандал такой учню. В нашей жизни обычно виноваты все, кроме нас. Правительство, погода, люди-злодеи, злой рок или судьба. Отсюда следует, что зачем нам менять что-то в своей жизни. Мы лучше ещё поборемся с обстоятельствами. Не мы же виноваты во всём, а они. Да, и привыкли мы страдать. И лишаться страданий тоже страшно. А вдруг будет ещё хуже? Как бы сейчас это ни звучало абсурдно, но мы боимся лишиться страданий. А что же мы делать тогда будем? Жить вкусно и счастливо? Скучно же! Вот и получается, что даёшь чёткую инструкцию. Вот смотри, именно в вашей ситуации нужно взять ответственность за свою жизнь на свои плечи. Перестать кого-то учить жить, когда сами не понимаете, как это делать, и не живёте вовсе, а только существуете. Зачастую весь наш фокус внимания на других, а не на себе. У нас на всё почти инфантильная позиция жизни. Игнорирование своего тела. Глухота к своим потребностям и желаниям. Живём ради других, забывая про себя. Конечно же, тело будет умирать. Куда ему деваться, если его не берегут, не любят, не дают внимания? Она далеко за пределами себя. Вот такие банальные причины, почему невозможно излечить людей. Мало кто готов найти время для себя, так как его нет. Оно уходит на борьбу. Мало кто готов перестать страдать, так как это выгодно. И только единицы готовы осознать, что не обстоятельства и людей надо винить, а взять ответственность на себя, что причина в нас. Только наши собственные решения приводят к таким наблюдаемым последствиям. Пока ответственность лежит в нашем мире на других, невозможно что-то сделать и изменить. И пока мы не пожелаем сами себе помочь до такой степени, чтобы измениться, изменить своё мировоззрение, свою жизнь, свои желания и действия, принять мир таким, как есть, мы будем болеть. А болезнь, она-то вовсе не болезнь. Это естественный, здоровый сигнал тела. Это язык тела. Тело с нами так разговаривает. Каждый орган, каждый участок тела несёт свою функцию, отражающую наше мышление, и пытается поговорить с нами. Если мы начнём слушать тело, я гарантирую, мы себя услышим. Его не нужно заглушать обезболивающими и другими убивающими лекарствами. Нам нужно услышать, что оно говорит, и сделать это. И оно перестанет нам об этом говорить, то есть перестанет болеть. Пока наше человечество не готово меняться в таких масштабах, но мы идём в этом направлении, и какая-то часть уже начинает просыпаться и будить вокруг себя остальных. И я буду счастлива разбудить даже одного человека из тысячи прочитавших. Это будет моя маленькая победа. Резюме. Мы создаём болезни сами, своим мышлением. Пока мы сами не захотим взять на себя ответственность за свою жизнь, мы будем болеть и страдать. Причина в нас. Шаблон «у меня нет времени» не даёт нам излечиться. Нам не нужно бороться с последствиями. Необходимо осознать первопричину. Время есть всегда, только мы должны внимательно выбирать, как его использовать. Необходимо переключить внимание с других на себя. Необходимо научиться принимать мир таким, какой он есть.